Всем здорова, чуваки! На первый взгляд этот ролик покажется вам довольно сложным, но я очень надеюсь, что он будет максимально прост. Как вы знаете, существуют такие люди, как стеклодувы, или стеклонадуватели, или стеклодутели, не знаю как правильно, поправьте меня в комментариях. Но я знаю, что они разогревают стекло до определенных температур, оно становится очень жидким, и они из него делают какие-либо различные фигуры, либо наносят его на какую-то там трубку, дуют на нее, и тем самым получается какая-нибудь интересная ваза, или еще какой-нибудь крутой предмет типа бутылки. Но как вы знаете, у них для этого есть специальные печи, либо другие какие-то приспособления, при помощи которых они делают интересные различные и красивые фигуры. Но ведь дома нет таких приспособлений, у нас есть максимум это какая-нибудь духовка. Но мне нельзя разогреть стекло настолько, чтобы оно стало жидким, но есть один способ, при помощи которого это возможно сделать. И для этого способа нам потребуются обыкновенные горелки. Это самый дешевый способ, который я знаю, и единственный. Но почему я считаю этот способ домашним? Потому что горелки используют, ну, например, где-нибудь в гараже. Либо что-нибудь зимой разморозить, либо что-то расплавить, либо что-то там обжечь дерево, не знаю, там. Также используют где-нибудь на кухне, при готовке какого-нибудь десертов там или стейков, что-то обжигают, это я видел по телевизору. Так что я считаю, что этот способ довольно даже компактный и очень даже, как сказать, мобильный. Потому что его с легкостью можно взять с собой и делать это где угодно. Но желательно, конечно, на природе. Никому не советую, ни в коем случае никого не заставляю делать это дома. Никогда этого не делайте, это очень опасно. Но мы ради эксперимента это сделаем и проверим. Все для вас. Ребята, вот как думаете, какой предмет можно надуть так же легко, как и вот этот шарик? Мне кажется, в этом предмете должно быть очень тонкое стекло. И этот предмет кроется у всех на виду. Это обыкновенная лампа накаливания. Мне кажется, у нее мы расплавим стекло очень легко. Но, как вы знаете, внутри нее находится газ. Если мы ее сейчас будем нагревать, она просто-напросто лопнет. И чтобы этого не произошло, нам нужно вытащить все внутренности. Соблюдая технику безопасности, я буду это делать в перчатках, чтобы не порезаться. И для этого мне понадобятся пассатижи и отвертка. Пассатижами мы убираем вот эту вот часть. Нужно разбить стеклышко здесь. Аккуратненько убираем вот это вот все. Вот здесь внутри мы сейчас должны удалить стекло. Для этого нам потребуется отвертка. Ее вставляем вот таким образом. И теперь пассатижами бьем по этой части. Все. Как видите, она вывалилась. Теперь мы аккуратненько додавливаем стекло. И высыпаем все внутренности. Готово. Смотрите, идеально чистая лампочка. Как мы знаем, у стеклодувов есть специальная трубка, при помощи которой они надувают стекло. И у нас есть тоже, ну не такая же трубка, но какая-то металлическая у нас есть, для того, чтобы она не расплавилась. Сейчас соединяем лампочку с трубкой при помощи изоленты. По итогу мы получаем вот такую интересную конструкцию, где с одной стороны я буду дуть, а с другой стороны будут нагревать лампочку горелки примерно вот в таком положении. Тем самым разогревая стекло где-то в центре до красна. И при помощи того, что я буду надувать, она будет расширяться. Ну, я надеюсь, это будет как-то так работать. Давайте проверим это на практике. Как вы можете заметить, наши горелки немножко разные. Потому что одна смотрит куда-то вверх, другая куда-то вбок. Поэтому их надо немножко выровнять, для того, чтобы они равномерно нагревали лампочку. Для этого мы возьмем вот такую деревяшечку, поставим вот сюда вот так вот горелочку. И примерно они будут греть в одной точке одинаково нашу лампочку. Должно все получиться. Ну, а сейчас осталось только поджечь горелки и приступать к эксперименту. Погнали! Начинаем! Раз, два, три. О-о-о, пошло, что-то пошло. О-о-о, у нас расплавилась изолента, ребята. Но посмотрите, лампочка меняла форму. Надо еще добавить изоленты. Походу в одном месте я немножко передержал, как видите, на горелке. Надулась шишка, а в остальном лампочка осталась вроде такая же. Но ничего, сейчас мы это поправим, надуем еще где-нибудь в другом месте, посмотрим, реально ли это. Ну, как видите, она надувается, действительно, ее можно сделать больше. Погнали! Я, конечно, не профессиональный стеклодов. Я делаю это впервые. Но вы посмотрите, получилось довольно-таки прикольно. Это что за неопознанная форма? Вы посмотрите, какое отверстие образовалось тут. Здесь очень острое стекло, очень тонкое. Но в остальном это не похоже ни на что. Реально, какой-то и не пришеленец. Но я думаю, что это достойный результат в любом случае, потому что на самом деле получилось надуть лампочку. Ну, как видите, она действительно стала больше. Ну, в каких-то местах, правда, стала шире немножко. Но это все-таки возможно. Единственный вопрос заключается в том, как ее равномерно нагреть, чтобы потом надуть. Ну, и, естественно, никто не будет пользоваться изолентой, как мы. Но у нас, кроме изоленты, нечего заклеить сюда. И мы не знаем, как ее закрепить по-другому. Но в любом случае, изолента справилась со своей задачей. Лампочка действительно слегка надута. Ну, а в целом, мне нравится. Довольно интересный опыт, я скажу. Но давайте перейдем к следующей стеклянной тарелке. Ну, а следующая, это вот такая вот у нас бутылка. Она примерно чуть раза два, наверное, больше, чем лампочка. Ну, и жидкость нам внутри не нужна. И, естественно, тут стекло гораздо больше, потому что, ну, она для напитка. Поэтому открываем. И теперь нам нужно ее как-то опустошить. Я знаю, как. Сейчас нам нужно избавиться от вот этой этикетки, потому что иначе она будет гореть, вонять. И это будет очень неприятно в помещении. Поэтому давайте ее уберем. Ну, и зачищаем все это растворителем. Главное, очищает. Это радует. В этом эксперименте я такой посмотрел на эту бутылку и подумал, а что бы не сделать ее гораздо выше? То есть мы можем взять, нагреть вот эту часть бутылки, то есть горлышко, и попытаться ее вытянуть и сделать из нее, например, там не 0,33, как она сейчас, а 0,5. Действительно, получится ли это у нас? Сейчас узнаем. Но для начала мы ее приклеим к столу. Клеить мы будем при помощи термоклея, но так как пистолет сломался, мы воспользуемся горелкой. Готово. Итак, сейчас осталось самое главное, это нагреть горлышко бутылки. Но я буду защищать свои глаза, потому что я думаю, что бутылка может с легкостью расколоться. и как-нибудь взорваться, не знаю там. Поэтому надо предохраняться. Включаем горелку и погнали. Погнали! Раз, два, три! Сначала бутылку я согрею, для того, чтобы резкого перебада температуры не было, и чтобы она легко не лопнула. Я подношу все ближе и ближе, и она постепенно начинает нагреваться. Вот, что-то идет. Бутылка начинает желтеть. Это значит, что стекло начинает плавиться. Так, ну вроде бы готово, ребята. Давайте попробуем ее вытянуть наверх. Аккуратненько. И все, она прям к жару от нее идет. Давай! Нет, я не могу вытянуть. Горячо. Но она все еще красная, но она не вытягивается. Давайте еще разочек. Так, давайте попробуем еще разок. Раз, два, погнали. Ааа, клетклес! Давайте хотя... Нет, все. Походу, все плохо. Нет. Сейчас, я попробую ее загнуть хотя бы. Вытянуть не получается никак. Загибаем! О, получается что-то, ребята. У меня, конечно, не получилось. Вытянуть горлышко в бутылке. Но получилось тоже кое-что не менее интересное. Посмотрите на это. Посмотрите на эту горлышко. Что это за необычная бутылка? Минус, конечно, такой бутылки в том, что здесь крышку никак не накрутить. Но выглядит это довольно-таки странно, согласитесь. Хоть мы и не вытянули горлышко, но получается, что мы все равно придали какую-то необычную форму этой бутылке. И у нас это получилось. Значит, получается, что если лампочку можно надуть, эту бутылку можно как-то исказить, не знаю, горлышко как-то у нее согнуть, то, возможно, мы сможем и надуть бутылку. Получается, это возможно. Стекло все-таки гнется, лампочка надувается. Почему бы нет? Давайте это попробуем. Кока-кола! Мне кажется, у нее стекло гораздо прочнее, чем у прошлой бутылки. По крайней мере, это ощущается так в руках, потому что она довольно тяжелая. И я думаю, раз уж у нас получилось надуть обыкновенную стеклянную лампочку, то почему не получится это сделать с бутылкой? Мне кажется, все возможно. Невозможно, возможно, погнали надувать стеклянную бутылку колы. Здесь уже, как вы знаете, пробка не откручивается, как у прошлой бутылки, поэтому нам нужна открывашка. В данном случае это пассатижи. Есть! Готово! Надо ее опустошить, опять же. Все так же снимаем этикетку. И все так же при помощи растворителя снимаем вот эти вот остатки клея на бутылке. Кока-Кола, молодцы! Офигенные бутылки делайте. Я надеюсь, что они надуваются так же легко, как и покупаются. Ну и так же, как и лампочку, мы ее примотаем к этой трубке и будем пытаться надуть. Так. О, она даже встает идеально. Слушайте, круто. Это облегчает задачу. Главное изоленты побольше намотать, чтобы она не выпала, эта бутылка. Ну что, ребята, мы подошли к самому главному эксперименту с Кока-Колой. У нас уже горелки все готовы. В принципе, так же, как и с лампочкой. Мы их уже установили. Но вы до сих пор не подписаны на канал. Ведь вы же видите, как мы стараемся и делаем для вас необычные интересные эксперименты. И чтобы нас поддержать, вам нужна всего лишь пара секунд. Это спуститься под это видео, нажать на красную кнопку подписаться, сделать ее серой, а также влепить лайк этому видеоролику. И прямо сейчас мы начинаем надувать эту бутылку колой. Как вы думаете, получится ли у нас это сделать? Напишите в комментариях. А мы пока запустим горелки и разогреем бутылку. Так. Есть. Где моя маска? Для начала нужно разогреть бутылку. Так, давайте попробуем дуть. Блин, я думал, она сломалась. У-у-у, как это тяжело, вы не представляете. Знаете, я думал, что надуть бутылку будет гораздо проще. Она сначала начала чернеть, я заметил, потому что внутри осталась карамель. Ой, ну как карамель? Там был сахар, он нагрелся, стал черным, как видите. Слегка получилось надуть бутылку. Посмотрите, вот здесь выпуклость есть. Вот она идет, идет, идет. Потом вот здесь уже образовалась вот такая вот шишка. И вот здесь я, видимо, перегрел очень сильно, поэтому она здесь и вышла. Как вы поняли, ребята, надуть шар из бутылки кока-колы, мне кажется, вот таким способом, при помощи двух горелок, мне одному, но это нереально никак. Так, я думаю, что здесь должно быть несколько человек, может даже пять, может десять. И десять горелок, и каждый будет равномерно все это нагревать. Кто-то будет это дуть, еще и крутить. Но это все. Мне кажется, тут целая команда нужна для того, чтобы сделать шар из такой бутылки. Даже несмотря на то, что я все это делал один, при помощи двух горелок, все-таки мне удалось деформировать все наши сегодняшние предметы. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это какой-то стеклодув. Я делаю это впервые. Это для меня первый опыт такой необычный. Особенно необычно было, когда пытаешься все это надувать. Это на самом деле немножко страшно. Но все-таки получился какой-никакой, но результат. Ну а если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте много-много лайков под этим видео. И всем спасибо!